Следующий вопрос. Будет ли восстановлена Россия в границах СССР? Часто задают такой вопрос, и много здесь таких, знаете, это нельзя назвать ошибками, это скорее какая-то вера может быть, вера в какое-то чудо. Если смотреть с точки зрения международного права, то восстановить территорию Советского Союза невозможно никак, потому что у России действует свое внутреннее право, которое организовала ее правящая группа, и в других странах действует свое внутреннее право. И если мы тут у себя заявим, что Советский Союз был разрушен незаконно, но остальным территориям, остальным государствам плевать на это, они уже давно признаны мировым сообществом, они зарегистрированы в ООН, их признали, они прошли всю процедуру признания в ООН, они полноценные государства, и от того, что мы здесь заявим, ничего не изменится. Тем более, да, вот здесь можно сказать про иск, который мы собираем, национальное событие движение, собираем миллион подписей под расследованием разрушения Советского Союза, чтобы здесь на меня мои соратники не стали кидаться кирпичами и другими тяжелыми предметами, это о чем я говорю. То есть, я напомню, что мы собираем иск, в первую очередь, для формирования общественного мнения, чтобы продавить наших судей, которые еще там сидят с 90-х, на том, чтобы они начали работать в интересах народа, либо их просто убрать. То есть, в этом цель иска, давить на судебную систему, которая не хочет работать в интересах страны и помогать Путину обретать суверенитет. Если смотреть шире, сейчас в зоне СВО участвует в конфликте более 50 стран. Это уже Третья мировая война. Как бы кто ни хотел, это Третья мировая война. Я напомню, что Вторую мировую и Первую мировую тоже, когда она шла, так не называли. Уже по итогам это было названо мировыми войнами. А как раз границы государств и мироустройства дальнейшее формируются по итогам войн мировых. Вот как был сформирован ООН по итогам Второй мировой войны и определены границы. То же самое будет и после завершения специальной военной операции. И вопрос в том, в каком статусе выйдет Россия из этого. Если в статусе победителя, то она на правах победителя будет формировать новый миропорядок и границы определять. Соответственно, если мы проиграем, то там по сути России-то и вообще не будет уже. И в этом основная суть. То, что границы будут определены по итогам спецоперации. И это будут границы новые. И про итоги Второй мировой войны придется уже забыть. Здесь мы уже с этим, к сожалению, ничего сделать не можем. А что касается вашего основного вопроса, то есть можно ли восстановить территорию в границах Советского Союза. Теоретически это возможно, но придется договариваться с теми правящими группами, которые есть сейчас в Казахстане, Белоруссии и так далее. То есть если они сами захотят вступить, то есть объединиться в одну правящую группу, в одну страну. То есть это возможно. То есть мы просто должны предложать им такое, от чего не смогут просто отказаться. То есть мы им должны просто предложить, что они от этого не то, что не потеряют, а только выиграют. Да, вот тогда в таком случае это возможно. Но это будет в любом случае заново договор на определенных условиях. То есть это ни силой, ни правом это сделать невозможно. Продолжение следует...